Вместе с последними холодами покидает Алмазную столицу и вертолет Ми-38-2. Через несколько минут его загрузят в самолет «Руслан», на котором его доставят в Москву. Вертолет Ми-38-2 доставили в Алмазную столицу в декабре прошлого года. Разработчики решили расширить летные характеристики этой модели. Для этого провели серию испытаний. Заключительный этап которых прошел именно в Якутии. Летчики-испытатели говорят, лучшего места с экстремально низкими температурами для тестов не найти. Если сейчас мы выполним задачу, оценим вертолет до температуры минус 50, то будут подтверждены тактико-технические характеристики. И вертолет получит сертификат летной годности в заданном диапазоне температуры эксплуатации. Сначала машину планировали испытывать в Якутске. Но взлетно-посадочная полоса там оказалась не готова принять самолет «Руслан», на котором перевозили сам вертолет. Поэтому выбор пал на аэропорт Мирного. Для этого руководство вертолетного завода имени Миля заключило договор с мирненским авиапредприятием и авиакомпанией «Алроса». Для того, чтобы завод смог проводить техническое обслуживание в условиях аэропорта Мирный, пользуясь тем оборудованием, что использует авиакомпания «Алроса», и док тёплый, где можно вертолет обслуживать. А также ещё и авиакомпания «Алроса» выделяет вертолет Ми-8 для сопровождения. Месяц 70 специалистов Московского вертолетного завода тестировали винтокрылую машину. Выполнили 49 тестовых полетов, из них 19 в Накыне. Главный вопрос был, сможет ли воздушное судно завестись без прогрева при температуре минус 40. Подошли к завершению сертификационных испытаний вертолета Ми-38. Прошли они очень успешно. Воздушное судно показало себя очень надёжным, даже в таких экстремальных температурах. Воздушное судно подтвердило все необходимые расчётные параметры. Хочу добавить, что эта операция, она в принципе уникальна, чем она выполняется впервые. Мы помимо того, что выполнили испытания, мы ещё отрабатываем процедуру перебазирования данного вертолёта воздушным транспортом. По результатам лётных испытаний конструкторы доработают масляную и систему кондиционирования. Итоги испытания вертолёта уже передали в Росавиацию. Мария Урцева, Илья Засухин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».